Макулодистрофия сетчатких глаз уже более 10 лет и один мой на тот момент знакомый Иванюк Владимир, преподаватель хороший, сказал, что не расстраивайся, медицина очень быстро развивается и что через 10 лет, ну, примерно так он тут дал, найду в лечение. Не знаю, что за эти 10 лет медицина научилась делать. Единственное, что она научилась делать, это брать скан сетчатки глаза за эти 10 лет, чтобы контролировать человека лучше, чем в прошлые времена всего лишь за 2 секунды, за 1 секунду. Дальше медицина разовьется настолько, что она будет брать скан сетчатки глаза с расстояния летающего дрона, разумеется, не принадлежащего простым людям. Отпечатки пальцев берут у простых людей, которые не являются преступниками. Вот к чему развилась медицина. Телефоны, которые знают все твои данные. Единая карта, электронная, где все, куда все занесено, все твои болезни, все, все о тебе. Все это сделано для того, чтобы поработить человека. Это факт, банальный. Сейчас они закрыли границы, и они их уже не откроют. Точнее откроют для стран первого мира. Для нас они уже на себя закрыты. Это то же самое, я не знаю, как... Я даже не буду говорить. Как можно это не догадаться? Они говорят, что через полтора года сделают вакцину от этой. Надо сказать, что никогда не сделают. Даже если сделают, то это будет кое-что. Немножко не то, что мы ожидали. Кстати, здесь я вижу в своем телефоне конкретно квадрат Малевича. Я вижу. Ну, точнее я не вижу, потому что темно, но здесь есть так называемое свинящее око, которое на самом деле может следить за мной. То есть это нужно будет. Но я не нужен особо. И еще прослушивать может хорошо. Но если нужно будет, она будет следить и будет прослушивать. Так вот, от Малевича, это мини-иконка, показывающая, чтобы нажать тут, ну, показывающая галерею видео предыдущих, там тоже темное. Я записывал ночью про природу этой тревожности, фагической атаки. Я записывал ночью про природу этой тревожности. Я хотел поговорить про свои мысли. Свои мысли сказать про природу смерти. Я так говорю глупо, потому что я не говорю прямолинейно. Потому что говорить прямолинейно это тупо. Но говорить не прямолинейно это еще более тупо, оказывается. Вот что. Ты пытаешься решить проблему, но становится еще хуже. У меня сейчас такое состояние психическое. Как вот до лечения, когда еще в 2017-2016 году. Особенно после Москвы в 2016 год это началось. Я записывал свои видео, подкасты. Ночи, да. Я мог их отыгрить и просто мне не хочется даже их слушать. Мне интересно. Эх, но сейчас благодаря лекарствам. Это стало полегче. Знаешь, я думаю, что даже если я был богатым и успешным, все равно это бы было. Потому что, мне кажется, оно не зависит от материального успеха. То есть оно зависит, но богатые люди тоже успешные, тоже поканчиваются собой. К тому есть примеры. Как сказал бы Жак Фреско, интересно, что на работе какой-нибудь государственной, где служат, службы государственная, там психологиня. Она задает вопросы, какой свет тебе подходит, выбираешь свет, темный или светлый. Она задает тебе вопросы, бывают у тебя мысли. Бывали ли у тебя когда-нибудь мысли о смерти, о самоубийстве. Знаешь, что? Это полная чушь. Это средневековый уровень, это уровень даже не средневековья, а уровень, я не знаю, это уровень, если вот считать, что у нас была революция, то это уровень. Даже обезьяну можно научить правильно отвечать на эти вопросы, чтобы она работала в этой организации и ее не уволили. Они относятся безжалостно к людям. Они неправильно делают вместо того, чтобы помочь человеку лечить, а не совершенствовать как-то это, понять причину. Они просто увольняют это все. Это просто очень глупо. Это такая система. Они ставят колеймо на всю жизнь. Иоанн. 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 Я вообще думаю, что я себе какой-нибудь европейский переехал сюда, постепенно он бы тоже стал думать о природе тревоги, страха, о природе панической атаки, о природе смерти. Я думаю, это было вот так просто, мы не можем проверить это, потому что ни один иностранец, ни одна иностранка сюда не приедет никогда, вот что интересно, точнее имею в виду из Европы, из Западной Европы. Вот что интересно, никогда, даже из Таиланда никто сюда не приедет, вот что интересно. Раньше во времена, кстати, раньше они приезжали сюда, когда у нас было это в девятнадцатом веке, потом Железный Занавес, потом толпы солдат, которые только взяли в руки оружие, они молодых, они направили на убой в одно государство, там их всех толп по столпу сничтожили и взяли в плен, взяли в рабство. Вот как отлично относятся. Частные компании захватили то, что принадлежало народу. Точнее, оно не принадлежало народу, оно принадлежало не совсем народу. Но все-таки это вопрос достаточно низко сложен. Что можно позитивно сказать? Что можно позитивно сказать? Когда лекарства дорожают с каждым месяцем как минимум на 50 рублей, когда они, их качество ухудшается с каждым, допустим, полгода, когда засуда остаревают все больше печати исмысленных на рецепт. Я, кстати, больше не пью ни кока-колу, ни вот эти вот все напитки, ни чипсы. Хотя у меня вот есть деньги сейчас, пока что. Я бы мог потратить их на всякую эту ерунду. Я их ни на что не трачу. Мне вообще не интересно ни компьютерные игры, ни ни одна вообще. В отличие от того, что было раньше. Не интересны какие-то продукты в магазинах, которые являются, ну, типа, вкусными. Типа, знаешь, ешь их там. Типа, чипсы или еще какая-то ерунда. Мне не нравится многое из того, чтобы раньше я изменился. Поехали. Поехали. да тяжело когда на себя близкий человек рвет если кому-то ну не всем но кому-то это многие многие это с ним сталкиваюсь это тяжело психологически сейчас всегда тяжело то есть происходит с детства ты еще маленький нож ничего не поменять даже если ты восколько 18 лет я в себе работу и еще что-то или падеж в армию еще куда ты больше не вернешься кредит все равно это останется всегда на твоей психике я рисую я вчера рисовал и говорил всякую ерунду разную по меркам общества я действительно говорил какую-то боль какую-то болезненную тема но мне кажется что это реальность может я сам с этим сталкиваюсь каждый из нас с этим сталкивается многие вещи умалчиваются честный мир где такие неприятливые люди на это ладно так нормально сложилось так ничего страшного как шел разговаривался подойти спасибо что это как он думает что это за вышка стоит на за оборудование стоит на крыше администрации представляешь они поставили сотовую вышку прямо на администрации там где собираются люди на где площадь вот это молодцы они очень хорошо умеют сокращать жизнь людей только часто они не собирают людей на площади так и слишком часто как требуется может они уже доигрались что слишком слишком сильно сократили жизнь людям красноярске этих вышек вообще полно особенно ну по крайней мере где было края города там там жилых в жилых это поселениях ну помочь домах там где тоже там вышки стоят и за это ты должен платить деньги ты должен там жить ты должен позитивно улыбаться начать себя во первых начать себя не думать о всякий и он где а начать себя это говорит тот кто в общем вы сами более начать себя это говорят они нам это и это и а и 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 а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Ты видишь, кто в всех татуировках нашли друг друга. Господи. За татуировками есть много чего, что может быть несовместимым. И не играя ни в шоких игр, ни в Left 4 Dead, ни в Warcraft 3, ни в TFT, то есть стратегия игры на основе Warcraft. Я раньше играл там, где просто строительство, нужно заниматься зданиями, там выходят юниты сам по себе. Нужно стратегически там мыслить. Я не играю в команды конкурс. General Zero How. Я не играю в Red Alert 2. По Реванч. Старой стратегии. Ну а что вообще не играю сейчас? Не в этот, не в Half-Life, где по мультипульму, где это, по интернету там стрелялка. Ой господи, как все резко изменились мои вкусы. Они все резко изменились. Я не играю большое время, а что? Никогда. Уже не помню сколько. Ну месяца два, наверное, точно. Ни разу не играл. И они еще у меня стоят на кампе. Я их так не удалил почему-то. Точнее даже больше, чем два месяца. Не смотрю ни какие фильмы, ни сериалы, ни чего. Телевизор. Это понятно. Новости. Представляешь, если ты не смотришь телевизор и новости официальные, тебя считают дураком здесь. Называют прямо сумасшедшим, дураком. Представляешь, что на самом деле ты понимаешь, что на самом деле они являются дураками, сумасшедшими, которые так говорят. Но ты не селишься на них. Ты можешь их понять. Хотя. Наверное, ты можешь не подумать, что. Ай. Без смысла вообще. Как раз тот, кто не смотрит телевизор и новости является. Недураком и не сумасшедшим. Более свободным. Более адекватным. Закрыли границы навсегда. Все. Может поэтому я стал думать о том, что сбросится с крыши. Потому что тем, кто просто бухают, вместе отдыхают, курят и улыбаются позитивно. Девчонки с девчонками, которые уже сотни, через которых сотни мужиков прошло. И нормально. А мне невыносимо такое. Они смогут с закрытым занавесом и железным занавесом жить. Спокойно точно так же. Я тоже могу железным занавесом жить и рисовать себе потихоньку. А могу просто залезть наверх. Там где-то люк на крышу. Четырехэтажное здание, которое гораздо выше девятиэтажку. Я никого не призываю. Ни в коем случае нет. Не делайте так. Нет, нет, нет. Нельзя. Знаешь, кто к этому призывает? К этому призывает не я, а к этому призывают те, кого нельзя критиковать, о ком нельзя говорить. Они создают такие условия. Они умалчивают статистику. Умалчивают статистику. Это невозможно проверить. Я уже устал повторять по статистику, что Россия самая... первая, кое-какая страна в мире. Но это нельзя говорить. Вторая, это самая по суициду среди мужчин страна в мире. А вот первое, что угадай. Это неважно, что первое. Вообще, они приучили самих друг друга гнобить. Еще как. Очень хорошо включили. Продолжение следует... 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 Стало еще чуть светлее, сейчас я подниму свое склетообразное тело, шею, которая болит, шейный отдел позвоночника, затылок, который болит от любого движения, благодаря прекрасным врачиням. Благодаря современной медицине 50 века, которая развивала военную технику, а не развивала, военную технику развивала, чтобы убивали простые люди, простых людей, которые не хотят на войну идти. А не развивала медицину ничего этого. Очень здорово. Ихидная улыбка расплылась бы по всему моему лицу. Еще с рождения, когда я был как раз рожден, выношен в инкубаторе и заболел за то, что молоком не кормили нормальным. Другие из бы очень радовался, он улыбнулся бы. Его, точнее, он бы не радовался, просто улыбка была бы до ушей. Потому что ему нравится как-то ставит привет. Но он не очень-то рад, потому что я остался жив. Не до конца долучили врачи. Но он завершит свое дело. Он завершит свое дело. Скоро. На телеэкранах. Скоро на всех телеэкранах, точнее. Скоро и в реальной жизни. Вот мне там писали, типа, что в жизни никто... А кто вы-то в жизни? Что с вами в жизни сделает? Во что интересно? Вы даже не говорите об этом. Я говорю об этом. Я пытаюсь разговаривать с людьми. Я голос во тьме. И в набитие таких же простых людей, как вы. Да. Подключили вас сверху. А вот они, те, кто вверху. Они вам устроят настоящую жизнь. И мне тоже. Потому что я такой же простой человек. Так вот... Все ваши... Дрозы и прочее... Они направлены на простого человека. Они не на власть имущих. Потому что вы не можете до них дотянуться. Но вот они легко до вас дотянутся скоро. До всех нас. Они врут вам в СМИ. И когда ты говоришь что-то... А человек смотрел эти СМИ. Он считает тебя сумасшедшим. Когда ты говоришь просто... Не зная, что говорят в СМИ. Просто говоришь что-то... Нормальное. Когда человек думает, что он умный. Послушал социалистов массовой информации. Знает о жизни было очень много. А ты не знаешь, типа... Он тебя называет сумасшедшим. Другой мужчина старше тебя. Как кто угодно. Дураком. Старшинской категории. Нужно тебе столько лет, ты все еще не помнишь. Нужно тебе столько лет, ты все еще смотришь эти... Телевизор мог бы ответить я. Но я не такой человек. Закон. 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 Ночью болеет. Такое чувство было в кадыке. Оно не то что болеет. прям так сильно мне хотелось представить к своему кадыку дула винтовки или оружие выстрелить чтобы он восстановился можно назвать меня сумасшедшим это не назовешь сумасшедшим того участкового который ударил меня в козыг и скривил его навсегда я знаю его фамилию имя фотографии есть знаешь что его не уволили его оборот повысили ты явишься спросишь что же ты такого сделал это то же самое что когда бабушку или как мужик говорит типа что ты дурак потому что ты не смотришь новости не знаешь что станет происходит мозги промыты понимаешь то зону не в смысле вот этого классификации зону и там демон еще пять хрень просто не понимать что в россии какая в провинции там полиция такая вот в отличие от этого мужика не скажу когда что сумасшедший а тебе сколько лет и молчание и тебе столько лет от и до сих пор не поумнел и до сих пор не перед дураком остался я так не скажу потому что я не такой тупой не настолько тупой хоть мне меньше лет чем самом деле это слово тупое позаимствовал я рассказывал одной из москвы активистки левой о том что я ну и на видео снимал там и не деса смысл просто сказал что я пытаюсь с людьми говорить насчет воен антивоенной пропаганды что я сделал рисунок теперь боюсь полицейских она фыркнула как бы так сказала что какой смысл на тупых тратить время силы она сказала прямо так грубо я бы никогда людей так не назвал никогда не называл людей тупыми может интересно она сказала так прямой меня когда я даже не думал что люди могут быть тупыми может интересно кажется на юным кажется лицемерным но я никогда не думал об этом мне не было такую дампа памяти в голове а еще одна тайка когда увидела как это видео 3 пробел 5 англии 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 рашин герл так не он за стрит арт она называю ее тупой написала ступит я впервые два раза и впервые в жизни услышал что их людей называют тупыми и не думал что они тупые я думаю что они агрессивны там еще руки-то хитрые они готовятся показания ни разу не думал что они тупые никогда а вот эти вот тайка и вот это вот из москвы активистка не называют таких людей тупыми что нет смысла ради них стараться такого я еще не знал как и раньше не знал что есть люди красивые некрасивые когда мне было ровно 10 лет назад на впервые это услышал из внешних разговоров токсичных людей просто это все слишком прямолинейно они слишком прямолинейно называют или что если бы она на моем месте назвала вот эту тупой то это бы ее не аскорбировали нисколько наоборот было бы комплиментом вот в чем прикол ладно пора рисовать бревизировать рисунок который куда-нибудь фотографирую на качественный фотоаппарат когда-нибудь и выложу нералептик заканчивается нужно ехать покупать на прием к врачу пока что у меня еще хватит денег просить дальше деньги конечно стыдно это позор вообще совсем офигел с чего бы это вдруг я тоже еще бы я имею право с какого черта просто нералептик он по мнению врача является главным основным похоже что он прав хотя этот нералептик очень дорогой ну примерно 1000 рублей стоит в среднем ну не больше пока что но он дорожает на 50 рублей каждый месяц я купил самый дешевый вариант нашел теки в нашем городе даже еще не определились по рецепту или без рецепта его продавать половина аптек продает по рецепту строго половина без рецепта половина врачей там работающих строго по рецепту половина без рецепта понимаешь понимаешь какой-то бред два раза в день принимать антидепрессант два раза в день, две таблетки утром, одну в обед, либо перейти на другой антидепрессант. Пока что еще рано, у меня очень много там есть рецептов, он дешевле, чем тот, который я до этого принимал, гораздо дешевле. Потом, этот инкровизатор строга прицепа врача, ему вырабатывается серьезная резистенция, к сожалению. Но еще он убирает побочки от нейролептиков, не у всех они бывают, но у меня побочки от нейролептиков или любого антидепрессанта. В виде так называемых судорог в ног, беспокойный синдром беспокойных ног. Ты трешь одну ногу в другую, и в связи с силой ее напрягаешь, напрягаешь мышцы своих ног. Тебе так тяжело уснуть. Даже сейчас это действует, хотя я не принимал этих нейролептиков. Только один раз принял, что он трогализатор, где он должен был нивелировать все это. Вот этот вот, они взяли просто всю свою старую продукцию, спаковали в 2,5 миллиграмма таблетки. Расплюдают. Охреневшая это компания, корпорация или компания, как это назвать. Охреневшая просто. Я не знаю, какой смысл их ругать, если я начинал бы с ними сделать. Даже если я приду в отчаянии в их офис, в их, не в офис, а на завод, на их небольшой, где компания написан на адрес, то я ничего не смогу изменить, даже если я этому что-то устрою. Потому что владельцы этого завода живут далеко не в России, а управляют им на расстоянии. Они просто спишут деньги на починку с простых людей. Спочин, заменят персонал на новые. Они просто заменят все. Починку, оборудование спишут с людей простых. Так везде делается. Если ты устроишься на работу в какой-нибудь франшизе работать, делать ва-ба-ба-ба-бафлок, ва-ба-ба-ба-ба-стерс, то из тебя будут списывать огромные штрафы, если ты на любую работу строишься. То из тебя будут с простого человека списывать штрафы, списывать штрафы. Чуть что. Чуть что. Чуть что-то любой ерундея. И потом ты даже будешь сам должен быть решать. Поэтому если кто-то и придет туда и устроит справедливость, то он лишь заставит оплачивать огромный штраф. И с простых людей они могут повысить цены на продукцию. Просто и компенсировать затраты. Теперь нам уже никогда не прилететь. Технология. Скорее всего фамилии они там указали, другие даже. Хотя может они и свою указали. Но до них добраться не так-то просто. Очень сложно. Это тебе не 19-20 век. Представь, если бы правительство было недосягаемым людей, как летало в небе, выправляло с неба. Спрасываю лишь. Как в этом. Ну как в постапокалиптических фильмах. Там типа. К ним никак не добраться было бы. Вот это то же самое. Все к этому идет. Вот эти компании. Они как угодно наглеют. До них не добраться. До владельцев. А убытки они спишут с простых людей. Ты просто будешь выстрелившим умолчан в СМИ. В истории на пинтах сумасшедших. И они сделают еще более ужесточающие законы. Вот все. Понимаешь? Понимаешь, что или нет? Продолжение следует. боль в позвоночнике боль в шейном отделе позвоночника затылки боль в нервах думаю я не доживу до старости у меня не будет семьи может может гордиться своей семье твои дети тебе не принадлежат школе государство может гордиться можно писать в контакте сегодня родился у меня родился сын дочь гордилевые те скажут молодец и пусть на тебе лично руку важнее ты знаешь почему он тебе руку пожмет знаешь еще узнаешь точнее они они даже то это же они не узнают зачем а Продолжение следует... Продолжение следует... Причем... Причем... Ни за что... Эх... Ладно... Такова жизнь... Не угрожали... Пойду рисовать под звук каркающих ворон... Как обычно... Рисунок ничего не понесет никому... И опять будут орать на меня... Что я не ищу... Что на рисунке ничего не понесет... Я буду рисовать все равно... Я буду рисовать все равно... У меня быстро силы заканчиваются в последнее время... Кстати, вот как я перестал... У меня стало покраснение в левом глазу... Нервное... Так всегда бывает... В чем-то... Это буквально... Буквально вот такое вот сильное... Зависимость какая-то... Ты просто напряжен... Ты не можешь расслабиться... Единственное... У тебя привязка... Вот к этому... К какой-нибудь одной игре... В которую ты играешь... Сколько... Ну... Как аутичность... Ты просто пытаешься... Ты просто расслабиться... Пытаешься забыться... На время... На что интересно... Что нельзя так просто... Нельзя так просто взять и... Перестать играть какую-то другую... Одна зависимость может перейти в другую... Тоже такое возможно... Пока что я просто рисую... И занимаюсь разговорами... С телефоном... Нет собеседника... Виноват я... Виноват я... Не медицины... Которые не лечат... Болезни... Которые не дают мне... Нормально жить... Бодро подниматься... С кровати... Бодро все делать... Знаешь... Это даже выгодно... Компаниям... Которые продают кофе... Чтоб человек с низким давлением... Очень... Пил кофе... По утрам... Они даже и пишут это везде... На сайтах... На своих... Сайтах... По гипотонии... Ой... По... Да... Гипотонии... Что мне... Не хочется пить этот кофе... Я раньше его пил очень много... Мне оно нравилось... У меня все еще слегка были... Одночицы... Руки... По сутолке... Подтягиваться... Острение... По песне... Давай... За жизнь... Давай... Давай... Да... Просто так... Бесплатно... За кипиково... Интересно было... Сколько я потянусь... Он сказал... Семь раз... Сколько... Я потянулся... Почти в два раза больше... В общем... Выполнил армейскую норму... Только... Знаешь... Что... Никому это не надо... Семь это... Винtsси... Семь это... Вд 200 тысяч... Вдclub... マ publiги... Вдруг быть... Вдруг... Вдруг нет... Спасибо. 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 У нас не вижу с детства. Это называется вазомоторный ремиф, который не лечится суперская медицина. Наша суперская медицина. Он не будет учить никогда. А он ничего не лечится, не будет учить никогда. И он не лечится никакими способами. Можно сказать, что иди бегал, иди за колясками. кого он не мог забаваться. А он ничем не Ewateur, сохранил. Ничем. Никаким скором трава. Ничем. Дано. Ничего. Если бессмыска kgf. Н한테 летит хор ôst, откажется железная Freeman Oui Кiséán, fuccusementbar очень страшно ну что на этом наживая черт спальни а вот и как это что они на самом деле может быть неприятным. Черт возьми, как мир настолько ужасный, настолько неправильный, настолько неспоедливый. Вместо того, чтобы объединиться, они нагадные, нагады друг друга, нагад простого человека. Вот, все. Вплескивается и не есть. Вплескивается и не есть. Вплескивается и не есть. Вплескивается, абсолютно безземный. Господи, каким надо быть тупым, что-то. Этот человек сам намотает и говорит о какой-то теме, потом сказать ему об этом. это он не знал об этом. Это просто максимум тупости. Это такая тупость, как и дневная шерах. Это просто проявительная. Это, не знаю, это как на Версус Баттле высли бы два бойца, типа, ну, получивших бойца, и один из них такую тупость стал бы нести. Просто тупейшие, повторевшие, банальные вещи, которые говорил о себе, или просто говорил сам этот оппонент. И он бы еще при этом считал себя там победителем. Он бы писает, что просто, просто, слов нет. Ну, он бы сказал, что не ты ТЭП. Он бы просто сказал, что ты андроид. То есть картинка моя какая. Когда включаешь, там такой андроид, ты знаешь, широкий такой андроид с двумя глазами. Квадратное тело. Голова такая, и он держит это. То есть, когда подключаешь телефон в компу, там выбрать одно из соединений, там появляется такой андроид. Вот. Вот. Как можно было на это просто вот эту картинку показать. И все. И все. Суббиди. Дальше спрашивает. Ра. Мне это интересно. Пока. Созидание. с Вот тут самое то, что Android обрабатывает информацию в своей голове 10 на 10 секунд, а может, еще дольше. И внешне похож. Ах, сейчас я буду писывать. Прямо как легче. Ну, вот, заканчивается. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Черт, а в друге есть, вкладываю на огромные деньги благотворительность. Только не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы их набить очень интересно, очень интересно. Будет сокращать. Очень интересно, да. Для него не дберутся ваши языки зле. Не дберутся. Это для меня. Для него вы не сделаете никаких трикотвор. Хотя он уничтожил вас всех, у нас всех, у нас всех. И много кого еще уничтожил. Все почитали правду. Вам легче обозвать. Сел вдоль на меня. Они подключили фейсбук. Сделали Индию национальным государством. Сделали там сильную. Усиливают государство. Веряемое государство. Видите, какие там изменения происходят. Может, вот этот вот только радуется этому. Но он очень видится, почему тут это не было. Совершенно противоположным результатом. Сюда сюда смешивается. Сюда любви. Препрождение. Все. Все. Просто так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова